Бронеавтомобиль «Тигр», спасательная оперативная машина «ГАЗ», дивизионные противотанковые пушки. 24 июня, в день празднования Парада Победы, на Магданской площади провели выставку военной техники. Акцию организовали сотрудники Центра «Подвиг», Росгвардии и Управления по делам ГОЧС Мэрии Магадана. Кроме того, военную и служебную технику показали жители областного центра. В этой выставке приняли участие единицы автомобилей от Росгвардии, Управления ГОЧС, это автомобили «Вепрь». И также физлицо нам помогло в этой организации выставки, то есть представили модель автомобиля «ГАЗ» времен Великой Отечественной войны. Также в этот теплый день для маленьких жителей Колымы провели акцию «Я рисую мелом». Любой желающий мог нарисовать что-нибудь на асфальте на военную тему. Действовали по всем эпидемиологическим нормам. Организаторы были в перчатках и соблюдали социальную дистанцию. По их словам, важно, чтобы люди с самого детства знали об Отечественной войне и Великой Победе. Сегодня мы будем рисовать разные рисунки, которые на военную тему, на тему победы, посвященную 75-летию победы. Все рисунки, все, что связано с миром, с праздником. Также Магадан присоединился к всероссийскому флешмобу «Голубь мира». Эту акцию ежегодно проводят 9 мая. В этом году из-за эпидемиологической обстановки ее перенесли. Тем не менее, во флешмобе жители областного центра активно участвовали. Делали птицу из бумаги и рисовали ее на асфальте. Всероссийский флешмоб «Голубь мира» приурочен к празднованию Парада Победы. Птицу можно нарисовать на асфальте, сделать из бумаги и сфотографироваться в фоторамке. Несмотря на то, что самого Парада Победы в Магадане не было, в городе прошли десятки мероприятий, посвященных событию. Из аудиосистем на улицах играли военные песни, автомобилисты сигналили в честь праздника, колымские церкви издавали колокольный звон. Елизавета Сипайлова, Вероника Инушкевич, Магаданское время.